Добрый вечер. Давайте с вами начнём. Как у нас были прошлые занятия? Мы разобрались, применяли на практике. Итак, кто помнит, что такое Дхарма? Что-то слышали. Что-то красное. И Кама. И всё это ведёт к чему? К молше, да. К просветлению. К счастью. Кто-нибудь был хоть раз в жизни недоволен жизнью? И не испытывал счастья? Есть такое? Вы анализируете момент, почему? Когда вы больше несчастны, когда вы больше счастливы? Реальности совпадало с собственным представлением. Сколько процентов жизни вы счастливы или не счастливы? Думали об этом? Один человек мне признался честно в самое счастливое время в жизни, когда я сплю. Анализируете такой момент? Потому что анализ – это очень хорошая штука. Если вы проанализируете, что где-то 50% я как-то не очень счастлив, да, то естественным образом вы зададите вопрос – почему? Почему я недоволен жизнью, недоволен собой? Вот это ощущение недовольства собой, что что-то у меня не получается, почему возникает? Хотите, я расскажу, почему? Только тот человек будет полностью доволен собой и жизнью, который правильно исполняет свою Дхарму. В этом и главный секрет, то есть своя обязанность. Это великая мудрость. Поэтому, если вы чувствуете, что что-то не так живется, значит, вы какие-то обязанности не исполняете. Или не исполняете свою работу. Понятно? Человек только тогда будет доволен собой и жизнью, когда исполняет Дхарму. Что такое Дхарма? Это обязанности по отношению к семье, работе и Богу. Глава Господа. Вот теперь вы знаете главный секрет ведический, да, если вы чувствуете несчастье, то, скорее всего, вы забыли помыть посуду. Что-то дома не исполнили. По отношению к работе что-то не выполнили. По отношению к семье, по отношению к Богу означает, что вы будете до конца не счастливы. Чем больше вы исполняете свои обязанности правильным образом, тем больше приходит умиротворение и счастье. В этом суть идеи Дхармы, обязанности. Вот вспомните такой момент, когда вы все сделали. Много сегодня работали, да, много все сделали, все успели. Как вам классный вечер? Как только и забыли что-то сделать, все это все время вас гложет. Потому что в этом мире есть энергия, гармония. Если вы что-то не сделали, она вас будет беспокоить, даже ночью. Вы пришли домой, там, половина сделали, половина не сделали. Ровно настолько будете несчастны. Все успели сделать. Поэтому, главное, есть такой момент в психологии, да, вы должны не откладывать на потом. Они к этому пришли в момент, да, можно все сделать быстро, не откладывать. Иначе это все мучает. Главный момент, нарушающий принцип гармонии – это долги. Поэтому завязать долги не стоит вообще. Потому что вы его еще не отдали. Завершенность, когда вы все отдали. Когда вы отдадите свой кредит, вам тает очень хорошо. Вы исполнили свою обязанность по отношению к этому банку. Вы будете летать. Но вот смотрите, какая проблема. Если у вас долгосрочный кредит, вы до конца не будете счастливы. Он вас мучает. Беспокоит, потому что вы еще не отдали. Вы кому-то должны. Поэтому мы с вами и выяснили на прошлом занятии, что мужчина, где-то к 50, когда он все уже исполнит, ему становится хорошо. То есть начинает испытывать счастье. Женщина счастье может испытывать намного раньше. Намного раньше. Стоит только появиться ребенку, уже она счастлива. Она исполнила свой долг. А у мужчин больше обязанности. По отношению еще к этому ребенку, которому родила женщина, еще к этой женщине. Видите, как все происходит. Поэтому к 50 годам мужчина становится более таким спокойным, равновешенным. Ну, если он опять-таки правильно себя вел. Если он там не нарушал никаких принципов плохих, то у него более-менее все будет хорошо. Понятная идея? То есть вы должны анализировать. Если вдруг вы почувствовали что-то не то, значит или в работе что-то не сделали хорошо, или в семье, или по отношению к Богу что-то сделали. Но по отношению к Богу это означает, плохо подумали о человеке. Несправедливо подумали, да. Тоже гармония связана с Богом. Как говорится, возлюбив Бога прежде всего и человека как самого себя, и личного как самого себя. То есть так иначе эти принципы связаны с Божественным. Поэтому мы должны стараться хорошо относиться также к людям. Тогда все будет хорошо. Старайтесь никогда не говорить, я помог этому человеку. Ощущайте и думайте таким образом, что этот человек есть возможность послужить. Послужить, возможность послужить. И это служение очистит мое сердце и принесет мне благо. Это на самом деле очень глубокое изречение медическое. То есть никогда не говорите, что именно я помню. Надо всегда думать и размышлять, что это Господь дал мне возможность послужить этому человеку. И мир дал мне возможность послужить ему. Потому что у нас подсознание, мы сразу все присваиваем себе. Но на самом деле подумайте, мы ничего не можем дать по большому счету. Ну допустим, Господь нам дал деньги. Много денег. Ну по судьбе, да. Мы правильно действовали, нам дали деньги. И вдруг человек подходит к Вам и говорит, дай что-нибудь, помоги мне. Вы помогаете, думаете, я помог. Да не Вы помогли. Кто Вам дал изначально деньги? Кто Вам дал изначально тело? Кто Вам дал изначально рождение? Кто Вам изначально дал по стране? То есть мы на самом деле ничего не имеем. Это не наше. Но за какие-то заслуги свои, да, нам это дали. Но это не наше. Когда Вы приходите работать в метро. Здесь его, слава Богу, не может. И не слава Богу, может даже плохо. Когда Вы приходите работать в метро, Вам выдают сразу спецодежду. И это не Ваша спецодежда. Вам выдали, чтобы Вы работали. Также, когда Вы здесь появлялись, нам дают определенную спецодежду. И главная спецодежда – наше тело. Это специальная одежда, с помощью которой мы можем действовать в этом мире. И нельзя так думать, что мы кому-то помогли. Но желательно так не делать. Потому что, когда мы так думаем, мы до конца, если честно, немножко нарушаем Дхарму. Главное нарушение Дхармы, я уже сказал, это нарушение старшинства. Это самое грубое нарушение, самое плохое нарушение. Вы должны уважать старших по званию и так далее. Это такое тоненькое нарушение, но вы должны широко мыслить и говорить, что у меня Господь дал много возможностей, теперь я могу кому-то помочь. И нужно думать так, чтобы этот человек дал мне возможность послужить миру. И это служение поможет мне очиститься, очистить свое сознание. И это на самом деле очень древний секрет, как не взять на себя плохую кару, как не взять на себя чужую энергетику. То есть не считать, что я беру, то есть не считать, что я даю, означает не беру. Если не вы даете, то вы, как вы даете, когда у кого-то лечите, да, вы лечите свою энергию. Но если вы считаете, что я не своей лечу, то у вас уже убирается в момент распределения кармы на вас плохой. И главный аспект кармы, да, говорит, что ощущаете, что Господь, что-то наверху, да, глобальное или внутренний правитель, да, Он управляет вашим умом, телом и чувством, поэтому нужно отбросить мысли, что я делающий. Всегда нужно думать, что я инструмент в руках Всевышнего. Всегда думаете, что я инструмент в руках, так сказать, глобального. Тогда ваше сознание будет расширяться до огромных размеров. Тогда вы будете, на санскрите юкта, да, вы будете соединены с этой гармонией в этом мире, с Богом. Бог каждый по-разному понимает, каждая религиозная традиция, поэтому я говорю, в общем, там что-то есть. Если вы христианство, вы знаете, кто это, да, если вы мусульманство, вы знаете, кто это, и так далее. И Бог действует через мои руки, ест моими руками, это вообще глобально, да. Смотрит моими глазами. Такое вот огромное расширение, но видите, как не каждый сможет это понять, это очень глубокая реализация. И тогда вся ваша деятельность будет наполнена духовностью. И вы будете чувствовать блаженство, потому что ложное вы убрали, а расширили, да, вселенских масштабов. И с точки зрения глобальности, да, с точки зрения абсолюта, любая работа, она священна. Что это значит? Что вы бы ни делали, как вы это делаете, зависит от вашего сознания, и поэтому дает вам определенный прогресс. Вы можете прогрессировать внутри, просто быть дворником, прогрессировать больше, чем богатый человек, который много в бизнесах. Поэтому считается, что работа, она священна. С помощью работы мы сможем, нас может поработить материальная энергия с помощью работы. И также, вначале, это может освободить. Работа нас может освободить, дает нам большое блаженство, смотря как мы к ней относимся. Поэтому, на самом деле, для людей лучше всего относиться к работе как к священному действию, как к священному ритуалу. И наше отношение делает эту работу или плохой, или хорошей. Поэтому рекомендуется относиться к работе как к священному действию. Хотя это бывает для нас делать сложно. Но это главный аспект хармы. И глобальное эго, ложное эго. Что это такое? Когда мы думаем, что это все мое. Когда я делаю. Когда это эго. Я не мое. Но тот, кто расширяет свое понимание, тот, на самом деле, по-настоящему для себя все делает. То есть, тот, кто служит миру, в действительности служит самому себе. Вот такая идея. То есть, тот, кто служит миру, действительно служит только себе. И наоборот. Тот, кто служит себе, на самом деле, никому не служит. Вот это очень большая глубина, которую мы должны осознать для Бога степла. Поэтому, если у вас супер-эго, большое эго, вам, наоборот, нужно принять этот принцип. Служа миру, вы, на самом деле, будете служить себе. Но, когда вы на первом месте ставите свое эго, на самом деле, вы никому не будете служить. И даже себе. Потому что, служа другим, мы получаем очень большой план. Большой. Как в утерянном смысле, так и в духом. Помогая людям. Что такое эгоист? Эгоист, он работает только для себя. Думает только о себе. И присваивает все себе. Всегда выставляет свое «я» впереди всех. Он даже не умеет учиться. Как он может учиться, если он всегда говорит «я» и «моё». То есть «я» главное. «Я» все понимаю. Так же одно из нарушений дхармы, это когда мы присваиваем себе чьи-то знания. Мужчины в этом проблеме, у них эго больше. Они послушали лекцию, потом вышли, пришли домой и сказали «я все это знал» и так далее. То есть, они научились, потом быстренько присвоили и думают, что это я не знаю. Такое часто бывает, я тоже у себя это отслеживал. И потом другим выставляет игроковой умной. Поэтому считается, что нужно искать возможности каким-то образом услужить другим людям. Не просто ждать, а именно даже искать возможность как-то услужить другим людям. Но опять-таки, на первом месте у социального человека семейного стоит семья. Потому что многие опять-таки, они все неправильно понимают. Поэтому я лекцию поставил таким вот образом, что сначала мы изучаем простые вещи, важные для вас. Там закон старшинства и так далее. Потому что я тоже наблюдаю картину. Человек всем служит, кроме семьи. У него там конфликт, и он не хочет служить там. Он хочет служить где-то. Это практически во всех семьях, у которых даже маленькая раздорка. Маленькая какая-то ссора немножечко. Вообще, плохие немножко отношения и уже все. Как-то проще помогать людям и не своим. Это тоже не совсем хорошо. То есть, мы должны стараться помочь и служить своей семье. Как бы нам там тяжело ни было. И на прошлой лекции мы поняли, как на самом деле, что такое семейная жизнь, как мы должны там действовать. Что не все так просто. И основная роль играет, конечно же, мужчина. Ему приходится больше терпеть всего. Поэтому нужно искать, конечно, возможность постановить. Но не думайте, что только кому-то. На первом месте служения кому должно быть? На первом месте старикам, детям. Обязательно. И только потом всем остальным. То есть, если вы жертвуете деньги кому-то на улице, при этом ваша бабушка, ваш дедушка в чем-то нуждается, это очень плохо. Но ничего там хорошего нет. Помощь не обязательно является деньгами. Но сложность служить – это помогать. Своими силами и так далее. Не обязательно давать деньги. Если вы видите, что деньги развращают человека, просто помогаете. Просто служите. И на самом деле думаете так, что служуя на самом деле в этот момент себе. Получается. То есть, служа другим, на самом деле по-настоящему служим себе. Помогаем себе. В целительстве есть такой интересный момент. Ты, когда помогаешь кому-то, начинаешь чувствовать, что ты тоже себя можешь извлечить. То есть, получается сила. Если вы кормили много людей, мне удалось порядка шести месяцев кормить людей в Грозном, в Тбилиси и в Назране. Это ингушетия. И теперь я чувствую, что я не буду голодным. То есть, есть такое ощущение. То есть, когда мы служим, на самом деле потом служим следует. То есть, что-то появляется уникальное, с помощью которого мы чувствуем защищенность. Поэтому, по большому счету, если вы чувствуете, где-то у вас есть проблема, старайтесь это делать. Помогать людям. И вы будете чувствовать, как это у вас будет привязано. Следующий момент. Тот, кто счастлив, активен и радостен в самом себе, поистине совершенно ее к мести. Тот, кто счастлив, активен и радостен в самом себе, тот по-настоящему просветлен в ее к мести. Вот вам изречение, которое вам дает понимание, достиг ли вы в осветлении или нет. Счастлив, активен и радостен в самом себе. Об этом говорит Гита. И часть Матухары. У нас есть представление о духовности какое. Человек ничего не делает. Он такой в благости, ему все хорошо и ничего не хочется делать. На самом деле, это невежество, когда ничего не хочется делать. И это выражение полностью опровергает наше неправильное понимание, что такое в благости. Тут говорится, счастлив, активен. То есть, он не просто сидит дома и ничего не делает. Все, я не хочу ничего делать, видимо, я в благости. На самом деле, выясняется, что он невежество. Так что, благость очень похожа на невежество. Невежество, когда ничего не хочется делать. Благость, когда тоже ничего не хочется делать. Там-то образовало. Здесь мы выяснили, что на самом деле, если у человека много счастья, то хочется действовать. Потому что много счастья. То есть активность и счастье, они рядом идут. Невежество, ничего не хочется делать. Хочется погрузиться, ни с кем не встречаться, хочется замкнуться. Это невежество. Это совершенно не благодать. Поэтому это изучение очень важно именно для Латвии, для наших стран, где мы начинаем вставать на какой-то путь, на какой-то путь движения духовного прогресса. Это очень важная цитата, я специально вам привел. Потому что некоторые путают. Они говорят, я стала такая хорошая и успокоилась, страсти меньше стало. Да, я в благость попала. На самом деле, возможно, в невежество. Потому что когда человек стоит на духовный путь, у него резко идет отказ от материального пути. Это неправильный вообще подход. Поэтому у него появляется невежество. Любой отказ – это невежество. Принимая какой-то духовный путь, мы говорим, что материальный путь неверный. Так часто и происходит. Нам сказали, что главное в этом мире – духовный путь. Мы резко взяли ответ на материальный. И потом думали, как-то странно занимались каким-то духовной практикой, а все хуже и хуже. Счастье все меньше и меньше. Понимаете? Это именно от того, что мы погрузились в невежество. Ведический подход. Наоборот, видите, любая работа священна. То есть мы не отказываемся ни от чего. И правильное наставление духовное говорят, что ваше деятельность в социальном мире, ваша работа – это возможность послужить миру, Богу. Это правильный подход к Армакандре. Как действовать, чтобы получить прогрессию. А нам говорят, что материальный мир – невежество, а духовный мир – надо туда стремиться. И мы начинаем отказываться от этого мира, в итоге рак получаем. Потому что рак – это агрессия. Так же, когда мы плохо относимся к этому миру, который создал Господь, мы их фактически агрессором набираемся. Те, кто отвергают. Поэтому нас мир выталкивает. С помощью различных заболеваний. Поэтому ни в коем случае так нельзя думать. Особенно те, кто встали на какой-то путь. Путь прогресса вперед. Мы не должны противоречить. И противопоставлять себя и миру. Ни в коем случае. Вот это очень важно. Без этого мы будем топтаться на одном месте. Видите, как все начинается. Дхарма, Ардха, Дхама. И потом мы только приходим к просветлению. У нас отвергают, когда человек встает на другой путь, отвергают сразу что? Сразу отвергают Дхарму. Выполнение обязанностей. И говорят, самая главная обязанность, это обязанность по отношению к Богу. Все. Теперь я буду читать мантру, вместо того, чтобы готовить. Или буду молиться больше. Отвергается сразу Ардха. Зачем это деньги? Это плохо. Это грех. Это вообще ад. Деньги это что-то плохое. Думать о деньгах плохое. Правильно? Духовный человек там, который только начал, он понимает, что это плохо. Это разград. Отвергают Ардху, правильно? Духовный человек, который он застает на путь. И следует, что он отвергает карму, наслаждению. Наслаждению плохо. И у него возникают серьезнейшие проблемы. Просто. И если он на этом сидит, хотя бы несколько лет, он потом не изменится. Он также будет плохо относиться к наслаждению в этом мире. Он будет плохо относиться к зарабатыванию денег. К семье будет плохо относиться. Поэтому, если вовремя человека не выбрать, не убрать себе до концепции жизни, да, так сказать, ложно-духовной, то его сознание очень сильно деградирует. И потом никто ему не может помочь. Потому что это остается надолго. Это неправильное философское умозаключение. В итоге он не духовно не будет прогрессировать, не материально. Вот это очень важно понять. Без этого мера понимания будет деградирует все. И духовный смысл, и материальный. А мы это видим на каждом шагу. Человек отказывается от своих обязанностей. Приходит в храм, бросает детей, семью. А если нет семи, то все бросает, да. Бросает работу, или уменьшает деятельность, или работает, но плохо к ней относится, да. В итоге бросает, пытается наслаждение, хотя это нереально. Тело требует отдыхать, наслаждаться, вкусно кушать, тортики, чтобы были, да. Другие виды наслаждения, чтобы кто-то иногда гладил. Или полностью отвергает эти наслаждения, или частично отвергает. А если не отвергает, мучается, что он плохо делает. И так человек погружается в полнейшее невежество. Если он неправильно следует. В Писании все есть. Но человек берет именно то, что ему дают в начале. И поэтому у него возникает проблема. Это надо учитывать обязательно. Все те, кто занимается любыми системами. Да, я не говорю даже духовной практики. Человек только какой-то энергетической практикой начинает заниматься. Главное, это он темир. И понеслось. Опять такая же проблема. Нельзя отвергать. Большинство таких людей думают о будущем. Духовных, якобы. О духовном мире. Что в будущем я буду в духовном мире. Но любые мысли о будущем не приносят никаких плодов настоящих. Тоже нужно учитывать. То есть он ждет. Он находится в состоянии ожидания, что в будущем будет счастье. И тогда в настоящем у него не будет счастье. Поэтому чрезмерные мысли о духовном мире. Понимаете? Что там какой-то мир будет счастливый. Что наконец-то я то попаду. Я туда стремлюсь. Они не присутствуют никакого блага совершения. Потому что человек находится в состоянии ожидания. Когда же это произойдет? Но это так и не произойдет, к сожалению. В итоге он так и не жил. Он жил мыслями. Он жил мечтаниями. О светлом будущем. Когда мы его построим? Да. Мы светлым мире построим. Все строим, строим. Никак не построим. В итоге приходит разочарование, и начинается революция. Все. Коммунизма светлого не будет. Хотя бы есть. Потому что на самом деле в единическое время был настоящий коммунизм. Но коммунизм заключается в том, что каждый занимается своим делом. Это правильный подход. Чтобы достичь полного благосостояния нации, каждый должен заниматься именно своим делом. Каждый будет заниматься своим делом, и все будет хорошо. Настоящий коммунизм. Приравнять всех не получится никогда. Все мы разные. Кто-то любит руками работать, кто-то головой. А как можно приравнять или приделать руки к голове? Невозможно. Мы же с вами не колобок какой-то, где все в одном. Тогда всех можно приравнять. На одном уровне. Понятно, то есть это очень важный момент. Есть какие-то вопросы по этим тонкостям? Насчет наслаждения. Как это совместить со скезами? Еще раз. Насчет наслаждения. Как это совместить со скезами? Совместить. Так должен быть грамотный баланс. Конечно, должна быть гармония. Как совместить наслаждение со скезами? Должен быть, конечно же, баланс. Если вы себя слишком сильно зажмете, это как пружина, она потом выстрелит. И наоборот, если вы слишком будете много наслаждаться, то потом не сможете заниматься скезами. Ко мне пришла одна женщина, она сказала, что я все наслушалась в интернет-вариате, всяких лекций. Все знаю, и астрологию знаю, и то знаю, и это знаю, но ничего делать не могу. Нет силы. Когда мне говорят в семье, надо что-то сделать, мне наоборот, еще больше не хочется это делать. Говорят, ничего не получается. Большое разочарование, все знаю, делать ничего не могу. Силы нет. То есть, чрезмерное наслаждение приводит к этому состоянию. Когда человек привык наслаждаться слишком сильно, много, да, он потом не может себя напрягать вообще. И наоборот, когда человек себя напрягался чрезмерно сильно, он потом расслабиться не может, он начинает заболевать. И тот начинает заболевать, и тот. Поэтому должно совмещать. Мы пройдем, сегодня мы успеем. Как все правильно сделать? Когда должно быть наслаждение? Когда должно быть аскеза? Это связано с временным сутком. Итак, какой есть еще вопрос? Такой вопрос по поводу хармы, да? Харма – это наши обязанности, которые мы должны выполнять. А вот тот же самый кредит в банке, да? Ведь это я все-таки решаю, мне его брать, то есть брать на себя дополнительного обязанного, да? Или не брать? И так во всем, я могу брать или не брать? Вот кто это решает? Я или все-таки Бог и тот же банк? Как? Как? Это все решает банк. Он решает, заработает много денег и понимает, как сделать эти деньги. Поэтому, в основном, сейчас банки решают за вас, брать вам кредиты или нет. А мы, как зомби, нам сказали, мы берем. Они сказали, сейчас осеннего взять, но потом не возьмешь вообще. Потом эти товары не будет, или он будет дороже. Заманивают нас, мы берем эти кредиты, и потом у нас проблемы. На самом деле, глубокий закон есть такой, да? Мы должны принимать то, что дает нам Всевышний в данный момент. А мы хотим больше. Бежим туда, хватаем это все, и потом у нас конец. Поэтому, как бы, человек должен умиротворяться именно тем, что посылает ему судьба. Но, представляете, другой момент, да? Человек думает, не согласен со мной. Он хочет сейчас. Он берет большой кредит, покупает. И находится уже в плохом состоянии. Пока он не отдаст, он в плохом состоянии. Ну, будет его это торопить. Что дальше происходит? Что он сейчас делает? Он сейчас наслаждается незаконно. Он еще по судьбе не может наслаждаться машиной. Денег кармы своей не хватает. Он занимает. На будущее. Что происходит дальше? Дальше он хочет еще больше наслаждаться. Потому что чрезмерная карма наслаждения приведет к еще сильному желанию. Вот когда гармония. А тут гармонии нет, потому что он берет вперед. Нашу такую карму берется вперед. От своей хорошей кармы в будущем берет прямо сейчас. За счет других. Он развращается. И потом он еще хочет взять кредит. Еще хочет взять. Я тут в Латвии, но встретился таким моментом. Пять кредитов. Чтобы погасить старый кредит, берут новый кредит. Я посмотрел не просто это у людей. Вся Европа так живет. Страны берут кредиты. Новый кредит, новый там у Украины. Несколько данных. По-моему там то ли 7 кредитов. Да у разных банков. Так странно живут. Эта ситуация неправильная. Поэтому кризис. Конечно. И тот, кто дает, может управлять всеми. Разрушать страны могут. Создавать страны на пустом месте. Видите как? Это поэтому нарушение гармонии. Вот эти все кредиты. Именно из-за этого. То, что мы хотим чрезмерно наслаждаться. Какой еще вопрос? У меня такой насущный вопрос. У кого тут гармонии? А если женщина не любит готовить, а мужчина любит готовить? Это какое-то для бороться на однаголу в семье или с этим нужно бороться и исправлять как-то? И если вы сможете это исправить, да? Просто женщина, она контролирует мужчину за счет приготовления. Поэтому желательно, чтобы женщина готовилась. Это одна из обязанностей женщины. Она так контролирует мужчину. Мужчина – внешний принцип. Завтра он может, как бы сказать, куда-то убежать. Его можно контролировать. Он же такой активен должен быть, по идее. Да? И женщина его контролирует через пищу. Поэтому желательно, чтобы именно женщина готовила. Желательно. Если мужчина готовит, то ему нравится. Нет проблем. Но постоянно нельзя делать. Ну нет, конечно. Сразу скажу. Значит, в семье. Смотрите, что происходит. Мужчины и женщины живут в семье, в доме. Обязательно мужчина должен что-то в доме делать. Не просто где-то работать. Он бежал на работу. Принес деньги. Сказал. Все. Сел у телевизора, взял газетку и говорит, до свидания. Чтобы сохранить семью, обязательно нужно, чтобы он что-то еще в доме обязательно сделал. Он может помыть посуду. Помыть посуду. Слава Богу, что у женщины есть определенные циклы. Когда она уставшая, он может что-то сделать. Помыть посуду, приготовить пищу. По ведическим, так сказать, писаниям можно понять, что мужчины как раз-то готовят в эти дни. Сами. Женщина ничего не делает. То есть пять-шесть дней – женщина ничего не делает. Три-шесть дней – женщина вообще ничего не делает, мужчина все делает. А женщина отдыхает. Поэтому в это время пускай готовит. Самое лучшее. А женщина должна отдыхать. Иначе она теряет колоссальную силу в эти дни. Энергию теряет. В этой дне она только отдыхает. Ну так советуется. А если она работает и приходится ей работать, то нужно побольше отдыхать. Больше спать. Потом не напрягаться в этот день на работе сильно. вот так вот. Иначе она будет нервничать, переживать. Вот это важный момент. Еще другой вопрос. И так далее. Артха – экономическое благополучие. Экономическое развитие и ответственность за него лежит в основном на воинах, да, это офицеры, ну, кшатрии военные, да. На вайших, на торговцев, бизнесменов, на шутерах рабочих, которые снабжают, дают рабочую силу, да. И на семейных людей в целом. То есть семейные люди, они приносят артху государству, то есть экономическое благополучие. То есть они платят налоги и приносят благополучие. И артха-шастры, артха-шастры, в основном говорят о политических методах, в основном. «Как сделать так государству все хорошо, чтобы экономическое развитие было». То есть артха развивалось. А также они говорят, один из таких трактатов артха-шастры по утилии, там, где он все рассказывает, от чего зависит благополучие. «Многие священные произведения артха-шастры были уничтожены могольскими завоевателями еще тысячи лет назад в Индии. Большинство из них. так как они сжигали крупные библиотеки в Индии». И теперь смотрите, как получается. Еще раз повторим. Значит, секта, дхарма или наши обязанности вообще в целом, особенно уважение старшего, порождает артху – экономическое благополучие. То есть когда все будут исполнять, это очень легко доказать. Когда все исполняют свой долг по отношению к работе, экономическое благополучие точно будет. Элементарно, да? То есть дарма порождает артху. Артха же, экономическое благополучие, да, способствует дхарме. Когда у вас есть финансовое благополучие, вы можете исполнять свои обязанности лучше, качественнее. Одно из них порождает другое. Одно порождает другое. Как порождают друг друга океан и облака. Они со своими связанными. И океаном облака. Благодаря океану появляются облака. Благодаря облаков появляется океан. Все это взаимосвязано. Так же и дарма связана с артхой. И говорится, что от артхи, экономическое благополучие, появляется карма. То есть мы можем наслаждаться. Наслаждаться. Но когда тело больное, наслаждаться не возможно. И в Писании говорится, что карма или наслаждение представляется чисто мысленным, не имеющимся и ничего телесного. То есть по-настоящему карма наслаждения происходит в уме. Если понаблюдать, это очень глубокое высказывание. Смотрите, любое наслаждение, мы наслаждаемся в уме на самом деле. Смотрим фильм, в уме наслаждаемся. Когда кто-то прикасается, мы в себе в уме что-то представляем. И наслаждаемся в уме. То есть все наслаждения происходят в уме. И очень глубокий человек, он может понимать. И когда он это понимает, для него открываются большие простоя. Ему не обязательно уже года ехать. Он может наслаждаться в уме. На самом деле, когда вы приезжаете куда-нибудь там, в Таиланд наслаждаться, он тоже будет наслаждаться только в уме. За счет того, что вы куда-то приехали. Наслаждение будет происходить только в нашей голове. Кто это знает, может чувствовать здесь свободу в большей степени. Не обязательно куда-то ехать, тратить деньги на самолет. Особенно, если нет денег, можно на самом деле наслаждаться в уме. Такими же ощущениями. Это внешние иллюзии, кажется, что это время там будет лучше. Кто и путешествует, тот узнает. Приезжаешь и как будет, там будет, ясно вас. Но представляешь себе в уме, что там больше наслаждения. Поэтому и говорится, что видите как, в уме наслаждение. Если ум у вас хороший, чистый, то наслаждений будет больше. Ум чистый, ослаждений больше. Он больше вмещает. Поэтому дети больше всего наслаждаются. Ум чистый. Да. Ум чистый и дети радуются всему. Даже просто пойти погулять. Мы уже не гуляем. Практически, да. У нас наслаждения стали странными. До ночи смотрели телевизор, а от этого потом страдали. Или еще что-нибудь. Да. У детей много радости. Помните, как вы не спали ночами, зная, что скоро поедете куда-то отдыхать. Или в поход. Сейчас уже все. В поход надо идти. Надо собирать палатки. Потом размещать эти палатки на открытом воздухе. А раньше, когда это было, палатку надо ставить. Да. Костер нужно развести. Вы в полном предчувствии всю ночь не можете заснуть, что вы там поедете. Видите, как в детстве наслаждение. Да. Чтобы вы были чистыми. Мы еще дхарму не нарушили. Дети трудно им дхарму нарушить. Обязанностей нет. А маму и папу придется слушаться по-любому. Не будешь слушаться на каждом. Мы радовались солнышку. Урадовались луне. Смотри, какая луна. Сейчас нам показывают. Смотри, какая луна. Да, да. Все. На этом закончим. То есть мы грубее. Поэтому, на самом деле, камма находится в уме. Наслаждение. Тот, кто стремится к ардхе, экономическому благополучию, сильно стремится, тот должен идти путем высокой дхармы. Понятно? Запомнили уже все? Значит, дхарма – это что у нас? Обязанности. Просто вот эти санскридские слова, чем хорошо, они обещают себе сразу все. Да. Обязанности по отношению. Можно еще раз. Доносом. Правильно. Тот, кто стремится к ардхе, экономическому благополучию, должен идти путем высокой дхармы. Тот, кто стремится к наслаждению, тот должен идти путем архи. И только путь камы, наслаждения, да, не привык ни к чему другому. То, как растат из своей благополучной кармы. Поэтому наслаждение должно быть дозировано. Хочется – сделаем, но не зажимая себя слишком сильно. То есть наслаждение должно быть нормальным. Нормально. Мы должны считать. Многие просто понимаете, у нас в санале что возникает? Мне побольше денег для чего? Живу один раз, наслаждаться нужно по полной. Это полностью деградация. То есть у большинства западных мыслителей и большинства западных людей есть такое ощущение, да, что цель какая? Достичь такого уровня, чтобы только наслаждаться. То есть цель – наслаждение. Да. И Писание говорит, Махамкарта об этом говорит. Что этот путь камы ни к чему не приведет. Ни к Дхарме не приведет. Ни к Архе не приведет. Но если подумаете, да, подумаете насчет этого, что западная цивилизация построена на том, чтобы достичь камы. Как самоцель. Вот только камам и все. И поэтому можно улучшать Дхарму, Патху. Главное – камы. Наслаждение. Нужно заработать побольше денег, чтобы потом ничего не делать и наслаждаться. Но этот путь ни к чему не приведет. И целая цивилизация будет разрушена. Потому что успокоить каму наслаждения и развращенностью мать невозможно. Потому что хочется все время больше, 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 больше. И потом начинается груз. Вау. У меня все есть пять квартир в разных странах. Все это нужно поддерживать. У меня куча машин. Все это нужно ремонтировать. И начинается одни головняк. То есть, в итоге, от чрезмерной камы приходят одни беспокойства. Но ни к чему хорошему не приводят. Все должно быть достаточно для жизни, для исполнения дхарм и адхи. Следующее очень важное понимание. Человек не должен посвящаться исключительно только дхарме. Исключительно только дхарме. Исключительно только адхе. Экономического благополучия. Или только каме. Пусть всегда он следует этим трем путям. Служит этим трем целям. Это правильно. Я видел это на примере. Один человек, конечно, у вас в Атвии хороший. Он такой, я не буду говорить кто, потому что достаточно известная личность. Он много работает. И он посвящает работе практически все время. Он исполнил свою дхарму. И совершенно не заботился об адхе, экономическом благополучии. Мы уплатили зарплату. Но он такого сделал. Он поднял целую организацию. Поднял целую фирму. И потом его оттуда вышли. Он не заботился о том, чтобы взять проценты от сбыта товара. Потому что он фактически на нем все держался. Он был главным менеджером. На нем держался огромный бизнес. Двадцать лет он проработал, исполняя свою дхарму. Получал за это зарплату. Продавал много товара. Он должен был позаботиться, так как он фактически поднял бизнес. Сам нашел клиентуру. Сам все продавал. На высоком уровне. Он должен был позаботиться о своей архе. Сказать, раз я это поднял, хоть я менеджер, я должен получать проценты от товара. Безусловно. Таким образом, недостаточно просто. То есть человек не должен посвящать тебя только дхарме. Или только архе. Или только карме. Нужно три вещи. Запомнили? Следующее. На заре пусть человек себя посвящает дхарме. В этом выражении, имея в виду, нужно заниматься как дхарма, как религия. Исполнять свои отношения к Богу. Свой долг перед Богом. На заре нужно посвящать себя дхарме. В полдень архе, богатство, да. То есть днем мы зарабатываем. И в конце дня – камень. Наслаждение. То есть получается так, что на заре мы занимаемся дхарме. По отношению к Богу, если имеется в виду, да. То есть там, благодарим за то, что Он нам дал. Читаем молитвы, медитируем, мантры, поклонения устраиваем. Полдень – богатство, и в конце дня – камень. Наслаждение. Вот как правильно совместить камню с исполнением своих обязанностей. С аскезами. Аскезы – утром. А вечером нужно расслабиться. Покушать сладенькое. Да. Сладкое расслабляет, успокаивает. И наслаждаться как-то вечером. Запомнили? Да правильно, когда наслаждаться. Некоторые днем начинают наслаждаться неверно. Надо работать, выполнять свое. Если, например, суббота, воскресенье, днем мы что делаем? Мы должны сделать все дела. Чтобы вечером успокоиться. Мы все сделали. И тогда можно нормально наслаждаться. Смотреть телевизор, наслаждение через зрение. Понятно? То есть, что мы понимаем из этого? Если вы днем не поработали, то вечером наслаждаться не можете. Спокойно, потому что все это вложат. И говорят – ты это не постирал, ты то не сделал, это не сделал. То есть, днем мы по-любому, даже в субботу и воскресенье, мы исполняем свои обязанности. То есть, для того, чтобы все было хорошо. И тогда вечером мы можем по-настоящему почувствовать ощущение успокоения. Таким образом наслаждаться. Следующий момент. Глобально, да? В детстве, пускай человек посвящает себя камень. В детстве. Человек посвящает себя камень наслаждения. В детстве. То есть, ребенок что должен делать? Играть. Да? Баловаться. Наслаждаться всячески. В зрелости он должен посвящать себе артхе. Баловаться. То есть, работать. Он должен посвящать себя экономическому благополучию. То есть, заработать средства. В зрелости. И не наоборот. Вот в чем дело. Не наоборот. И в старости он должен посвящать себя дхарме. Это что касается духовного обета перед Богом. То есть, духовного долга перед Божественным. Это говорится глобально. То есть, глобально в зрелости мы должны работать. Глобально, да? Дарма должна быть всегда. Исполнение обязанностей, отношение к Богу должно быть всегда. Но глобально. В детстве в большей степени занимаемся камень, наслаждением. Да? В зрелости в большей степени занимаемся артой. И в старости в большей степени занимаемся дхармой. Это правильное обустройство этого мира. Если все наоборот, будут везде проблемы. Если в детстве человек не наслаждается в детстве, то он потом начинает наслаждаться. Когда нужно работать. Будет проблема в семье, на работе и так далее. Потому что человек должен почувствовать ощущение различного. Все должно пройти. Запомнили? То есть, это правильное распределение, когда что должно быть. Детство. И что? Еще раз. Какие детства считаются? До полового соревнования. Ну, фактически до шестнадцати. А мы это тоже братьем в будущем. То есть, где-то до шестнадцати-восемнадцати лет. Если у ребенка не было детства, то детство у него будет в зрелом возрасте. Он пойдет на работу. И вместо того, чтобы работать, он будет играть в компьютерные игры. Прямо на работе. Потому что детства не было много счастья. Родители зажимали счастье. Я не знаю, как у вас, но в России, когда еще в коммунистические времена, у детей было мало возможностей наслаждения. Вот, например, покупают бананы килограмм. Бананы были очень дорогие. Ну, в мои времена. И мама говорит, все, бананов мало, дорого стоит. Один бананчик в день. И все. И так раз в месяц. То есть, килограмм бананов – это где-то пять бананчиков. Пять дней в месяц все это можно понаслаждаться бананом. Черезмерное ограничение было сейчас. А сейчас этих бананов много, никто их не ест. Видите? А раньше мы их прямо кушали. Ну, кто помнит эти времена, да. Может быть, в Латвии такого не было. Ну, то есть, в коммунистической времена все-таки дети, они так были, так сказать, в наслаждениях ограничены. Жвачка. Некоторые жвачку жевали всем классом. Были такие, да. Знаете, один пожевал, другой пожевал. Кто смотрит, нет жвачки, дай попробовать. И так в день я ее жую. Молодежь наверняка сейчас. Она в шоке, что это за древний мир такой, правда. Первый вкус жвачки проходит за минуту где-то. Через минуту она уже невкусная. Я с молодежью это рассказываю, что они в шоке просто. Они удивляются, как же так мы жили. Сейчас никто их не жует, эти жвачки просто. Да. И дети некоторые потом глотали их, чтобы... Никому не дать. Чтобы никому не дать. Просто я помню, в школе прямо, если человек жевала жвачку, все прямо, ну дай пожевать. Ну так приставали, что одному живу это никогда не получалось. То есть люди не могли себе позволить куда-то поехать там, купить какие-то вещи необходимые. У кого-то в классе кроссовки вот эти три полоски, совершенно которые сейчас вообще уже никто не носит, да. Он тогда считал, что если там у мальчика кроссовки с этими адидас, три полоски, это ох. То есть мало было возможности наслаждения. Вот возможно поэтому это было так здорово, было ограниченное наслаждение. Итак, смотри как получается. Два человека берем, к примеру, один за... И у них один тот же бизнес. Один тот же бизнес. И мы смотрим. И при этом ведут они дела одинаково. Практически одинаково. Все у них одинаково, да. Один становится богатым, другой бедным или банкротым. Почему? Мы смотрим на их деятельность только. Мы смотрим на их бизнес. И мы смотрим бизнес одинаково. Как у того, так и у другого. Вкладываются одинаково, много. Один богатей, другой банкротится. Почему? Потому что мы смотрим только на бизнес. Нужно еще посмотреть на то, как они занимаются дхармой. Исполнение обязанностей. В отношении взрослых, да. А одно из законов дхармы, это старшинство. Как он там себя ведет вообще? В отношении к жене, да. И от этого именно зависит ихний бизнес, то есть арха. То есть это приводит нас к мысли тому, что достижение богатства – результат определенного образа действий. То есть не просто, я так много работал. Но где же оно богатство? То есть достижение богатства – результат определенного образа действий. Поэтому очень важно, да, очень важно исполнять свой дхарм. Теперь, что является составляющей материального успеха? Что такое является составляющей архида? То есть составляющей материального успеха или архида? Есть несколько составляющих материального успеха. Первое – это джанма – рождение. Это благородное рождение. Должно быть благородное рождение. Хорошее рождение. Хорошая семья. Джанма. Второе – айшвария. Составляющая материального успеха – это богатство айшвария. Богатство должно быть. А следующая составляющая материального успеха – это шрута. Должно быть хорошее образование. Шрута – хорошее образование. От чего еще зависит материальный успех? Как он? От привлекательной внешности. Да. То есть привлекательная внешность – хорошее здоровье. Куда входит? Это называется шри. Шри означает привлекательная внешность, располагающая внешность, хорошая одежда, куда входит. И все это является составляющей материального успеха. Без этого материальный успех будет неполноценным. Если мы получаем богатство артхуда, то есть у нас хорошее благосостояние, то мы должны всегда с помощью богатства подкреплять дхарму. Использовать деньги на дхарму. Что это означает? Это означает, что человек по-настоящему принесет счастье. То есть богатство в виде денег принесет счастье только тогда, когда человек тратит его на развитие, развитие, какое-либо развитие. И особенно на развитие других. На развитие других личностей. То есть тратит деньги на людей. На развитие. То есть куда вкладывают деньги? Вот в чем вопрос. Куда вкладывают деньги? Первое. Вложение денег. Это на улучшение дхармы. Чтобы в семье было хорошо. Чтобы людям, окружающим было хорошо. Если есть деньги, есть возможность заниматься практикой. То есть свободное время появляется. То есть мы вкладываем в это сюда. Улучшаем место работы, в котором находимся. Некоторые организации, не буду говорить какие бизнесы, они знают этот закон, они вкладывают в людей. Я знаю, что в Украине есть один ресторан, они людей потом сами разводят домой. Они вкладывают деньги. Хотя могут это не делать. То есть после работы, когда люди заканчивают работу, они их развозят по домам. Потому что вечером заканчивается работа, они их развозят по домам. Стараются улучшать место работы. Вкладывают деньги. У них есть все расписано. Несколько процентов от прибыли уходит на улучшение места работы. То есть кондиционеры там и так далее. Часть денег уходит на людей. Устраивают праздники. Дают им там день рождения, подарки. Разводят домой тоже вложение денег. Это хорошо, люди счастливы. Мы видим, что эта сфера бизнеса развивается. Все больше и больше, люди довольны. Это очень важно. Первое. То есть первое, мы улучшаем дхарму с помощью денег. И улучшаем обязательно, то есть вкладываем их в развитие других. То есть вкладываем в людей. То есть самое лучшее уважение – это в людей, которые нас окружают. И потом эти же люди вам могут помочь в будущем. Потому что хорошая карма приходит и уходит. То есть меняются. Приходит хорошая карма. Хорошая судьба меняется, плохая. Поэтому, как говорится, не имея 100 рублей, а имея 100 друзей. А для этого в них нужно вкладывать. А если вы один живете, да, сломалась у вас машина в лиге, и все. Никто за вами не приедет из друзей, не помогает. Придется вызывать машину специально, ждать там три часа. Не знаю, как у вас это все быстро поставлено. Ну, хоть у вас быстрее это все поставлено, чем у нас. У нас все просто. Машина сломалась, звонишь, три человека приехало. С разных сторон. На помощь. Им тоже хочется вам помочь. Аж когда-то вы могли им. Приезжают три машины, вас или ремонтируют, или отвозят. Вы уже знаем куда, все уже договорено, вас привозят, вас ремонтируют. Все просто. Поэтому, видите, как очень важно именно вкладывать, не жадничать, а вкладывать друзей, хороших друзей. Опять-таки, видите, достойно. Есть люди, которые, как я их называю часто, те, кто доят у других. Потому что это ложная я и мое. Они вас используют постоянно. Используют. Используют. Вот таким людям лучше ничего не делать. Потому что они должны поменять свое настроение. И важно знать закон. Это распределение кармы, распределение судьбы. Можно иметь много богатства, но при этом счастье может уменьшиться. Или, например, иметь слишком много богатства, здоровье может уменьшиться. То есть, когда человек чрезмерно думает только об одном, то ухудшается та или иная сфера. Поэтому, как я сказал, должно быть гармония во всем. И интеллектуальное развитие должно быть обязательно, чтобы даже не изучать. Да. А дальше должно быть обязательно физическое развитие. Нужно темно заниматься, иначе заболеете. Должно быть духовное развитие, ну и социальное развитие. Интеллектуальное, физическое, социальное, духовное. Это называется правильное распределение. И тогда это по-настоящему правильное Дхарма. Вышли. Теперь историю, скажу вам, включительно. Вы знаете, что некоторые из вас, они уже миллионеры в плане Артхи. То есть, по карме положено много достатков. Кто-то изучал немножко Хиромантию, видит, что есть много хороших знаков. Чего же человек не богат? Поэтому я расскажу историю одного человека. Однажды к одному человеку пришел ангел и предсказал его будущее. Он сказал, что в будущем тебя ожидает все только хорошее. В будущем ты разбогатеешь, у тебя будет хорошая работа, ты разбогатеешь. У тебя будет хорошее здоровье, у тебя будет прекрасная жена. И все у тебя будет замечательно. То есть, много наобещал хороших чудес. Он прожил свою всю жизнь в одиночестве и нищете. Всю жизнь. И в конце жизни он был очень сильно вообще разочаровывал, что его обманули даже на верхнем уровне. На высшем уровне его просто обманули. И когда это состояние обиды дошло до таких огромных размеров, то тот же самый ангел пришел к нему, тот сказал ему свои претензии. Ты мне обещал, где это? Вот это все, что ты мне обещал. И ангел ответил, что я на самом деле тебе не это обещал. Я обещал тебе возможности. У каждого из нас есть возможности приобретения. А мы или пользуемся, или не пользуемся. То есть, он обещал возможности высокого положения в обществе. Он обещал возможности прекрасно иметь женщину, богатство и так далее. Но человек сам это просто не принял. И тогда ангел ему сказал. То есть, когда человек вообще это не понял, что за возможности, ангел его объяснил. Ты помнишь, однажды он сказал ему, была очень рискованная коммерческая такая идея. Было коммерческое предприятие очень рискованное. И ты побоялся вступить в эту организацию. Побоялся неудачи и не стал действовать. Помнишь, спросил он? Он сказал, да, помню. Было такое, я испугался и не пошел на это. Из-за того, что ты не взял эту возможность, через несколько лет это была возможность дана другому человеку. Он воспользовался и разбогател. Вот так сказал ангел. Также ангел сказал, ты помнишь, было землетрясение? Было огромное землетрясение. И ты остался дома в боязни, что мародеры придут и заберут твоё богатство, нежели чем помогать людям. Помнишь такую ситуацию? Он говорит, да, помню. Было такое. Что он держал своё имущество и не помогал другим. Потому что, когда идёт землетрясение, много мародёров появляется. Таким образом, ты не получил уважения в обществе, статуса в обществе. И человек вспомнил о своём постыдном поступке. Потому что он мог спасти ряд людей. И Ангел сказал, ты помнишь замечательную женщину? Прекрасную. Красивую. С мягким характером. Которая тебе на самом деле очень нравилась. И она не была похожа на другую из женщин. Но ты не подошёл к ней и не пообщался с ней. Ты подумал, что она не достойна тебя. Что ты не достойна её. Ты не достойна её. Поэтому ты к ней не подошёл. В итоге ничего и не произошло. Возможно, она была другому человеку. Тогда человек понял свою ошибку жизненно и расплавился. Поэтому, на самом деле, нас каждый день ждут какие-то возможности. Не просто возможности приобретения каких-то профессий или денег. Именно возможности любви. Часто страх, он не даёт возможности нам действовать и принимать эти возможности. Поэтому мы с вами проявили такую цитату. Так что человек должен быть активен. По-настоящему активен и счастлив. Он должен стараться идти к счастью. Это вначале сам сказал, по-моему, первые лекции. Человек должен идти к счастью во что бы это ни стало и не думать, что счастье труднодостижимо. Оно не труднодостижимо, оно трудно для тех, кто так думает. И некоторые говорят, что мы находимся в благости, не надо в страсти. Но мы видим страсть и активность. Это разные вещи. Должна быть активность. Зрелая, хорошая, здоровая активность. Мы должны действовать в этом мире. Стараться всё улучшать, конечно же. Не бояться. Знаете, мне один человек искусства сказал такую речь. Жить как театр. Играй. Жить как театр. Чего вы боитесь? Вы вышли на сцену, да? Вы родились. Вы стоите и боитесь выйти на сцену. Играть на этой сцене вы боитесь. Зажались и стоите смотрят на всю толпу. Вот так. Никому от этого счастья не были. Вы родились в этом театре. Так действуйте. Играйте. Попробуйте так. Не получилось так? Попробуйте по-другому. Видите как? Не надо бояться действовать. Это активность. Это не означает страсть какая-то. На самом деле мы когда что-то не делаем, наоборот это невежество. Мы что-то боимся. Надо действовать. Не бояться. И замечено, что те кто реально активен и не боится неудач и все время стремится вперед к счастью. Ну какое счастье он хочет. По крайней мере тому счастью, которое ему нравится. Мы видим он достигает. Добивается. И иногда добиваются. Иногда даже в начале кажется, что это просто невыполнимо. Был такой человек, сказал, был такой человек один, который, когда мы только начинали создавать здесь клуб «Адма», да? Что здесь его сделать. Один человек потом признался и сказал, что я бы никогда не поел, что что-то получится. Я не поверил, я думаю, что это полная бредовая какая-то идея. Сейчас он говорит, что я просто удивлен, что это осуществилось. Что есть тут центр и что люди приходят, что-то занимаются хорошим. Так что здесь реально много центров. Создать еще один невероятно сложно. Поэтому мы должны действовать. И по-настоящему тот, кто действует, да? Еще раз мы говорим, да? Тот, кто счастлив, активный, радостный на самом себе, тот по-настоящему совершенно просветленный. Поэтому нельзя останавливаться. Нельзя думать, что ты уже что-то достиг там. Нельзя думать, что вот я занимаю духовный праздник, значит все хорошо у меня. Нет, надо все равно действовать вперед. Потому что духовное счастье, что такое духовное счастье? Вы достигли определенного духовного уровня. Вам хочется другого. То есть счастье уже есть, да? И в духовном плане оно увеличивается постоянно до бесконечности. Это когда вы достигли определенного уровня счастья, вы достигаете следующего уровня. Каждый раз все больше и больше и больше. В итоге полностью ваше все тело становится из блаженства. То есть ваше тело настолько блаженно становится, что вы чувствуете, что каждая клетка превратилась в блаженство. Поэтому когда у вас все хорошо, когда вы правильно действуете, сначала чувствуете там одна нога в блаженстве. Только, да? И часть клеток, они как-то распределяются по всему телу, они достигают какого-то блаженства. Правильно опять активно действуете, стремитесь к счастью, рассмотрите уже там пять процентов клеток чувствуют себя на все сто. Вы их прям ощущаете в теле. Они как-то несколько в руке клеток, несколько в ноге. Видите? А сколько у нас клеток в организме? До конца не посчитали. Я-то не знаю, триллионы там... Только в желудке несколько триллионов живых существ. Только в желудке. И они там будут умирают ежесекундно. Борются друг другу, поедают друг друга. Нашим максимумом. Поэтому, видите, блаженство, обожествение своих клеток, да, это долгий процесс. Точнее, вечный процесс. Но и при этом радостный. То есть каждый раз все лучше и лучше. Потом смотрите, как здорово стало жить. Итак, следующий момент. Ведическая мысль гласит. Важно заниматься и изучать то, что нравится и подходит вам по природе, по натуре. И, возможно, вначале это не принесет вам артфу, экономическое благополучие, процветание. Но впоследствии принесет колоссальные возможности. Потому что, когда вы занимаетесь своим делом, вы уже счастливы, потому что вам нравится. Даже если вначале не принесет много денег. А зная пример одного человека, он просто рисовал для души. Ему это нравилось. Он художник. Он рисовал, рисовал, рисовал. Как он жил, вы не представляете. Он иногда побирался по базару, просил испорченные какие-то вещи. Он их потом вырезал, делал себе какие-то работы овощные, кушал все это. Жил так, жил так, пока не нарисовал много картин. И однажды один человек умный предложил ему сделать выставку. И даже сам спонсировал эту выставку. И тот не упустил возможности. Он не подумал, да зачем мне все надо, я тут рисую, мне нравится заниматься своей обязанностью, стараться своим делом. Он не упустил возможности, он сделал выставку. На первой же выставке у него скупили куча картин. У него потом столько заказов было, что он не успел рисовать. Вот вам пример того, что он реально жил порядка десяти лет, он жил в нищете просто, в полнейшем. Сейчас он его рисует редко. Потому что он понял эту вещь, что не надо заниматься только бизнесом, надо еще заниматься. Он ездит по странам, и после этих стран приезжает, еще лучше рисует картины. Так что кругозор увеличивается. Вот такая история. Поэтому веды именно советуют стараться заниматься именно тем, что вам по природе больше нравится. Хотя в начале, возможно, это ничего особо не принесет. Желательно, чтобы в начале уже приносило. Желательно. Но в будущем, так как вы делаете свое дело и оно вам нравится, у вас будет развитие адхи по-любому. Если вы не будете, как бы сказать, конечно, лишаться возможности, если есть возможность. Просто понимать, когда вы делаете это очень хорошо, то люди, которые увидят это, да, или попробуют это, то, что вы сделали, им это понравится, они начнут говорить другим людям. И счастье будет развиваться у других людей. В итоге у вас будет популярность. Что бы вы ни делали, вообще. Производили продукты питания, там. Делали даже бензин. У нас в Украине есть контора, не буду говорить какую-то. Там все знают, что хороший у них бензин, они качественно делают. Только у них очереди стоят, реально очереди. У них бензин стоит в нормальную цену, как везде. Но все знают, что бензин там качественный. Стоят огромные очереди. Других бензоколонок нет никого. Там приезжаешь, удивляешься, как они вообще существуют. Ну, пожалуйста, исполните свои правные обязанности. Вкладываются и получают. Но вначале никто не знал, никто им не видел. А потом все поведут. И теперь вы можете спросить, особенно в детстве, особенно в детстве. Как мне научиться тому-то или приобрести то-то? Хорошие качества и научиться. Поэтому очень важно в ведическое время было пример для подражания. Эталон для подражания. Тот, кто вас вдохновляет. Не тот, кто просто обучает этой науке. Например, экономическая экономика, да? Как наука. Экономика, как наука. Не просто вы должны идти и учиться у кого-то, да? А нужно, чтобы это был для вас пример для подражания. Чтобы он вас вдохновлял. Тогда по-настоящему вы его не научитесь. Поэтому в ведические времена человек из касты рабочих, они шли именно туда, что им нравилось и кто их вдохновляет. И мы это видели в школе. Если учитель труда очень хороший человек, он вас вдохновляет, вы захотите трудиться. Если математичка была хорошая и она вас вдохновляла, у вас математика пойдет на первом уровне. И все остальное так же было. Поэтому нужно идти учиться у того, да? Или просто иметь как эталон, да? Даже если вы с ним не знакомы, но у вас есть эталон для подражания. То вы будете достигать успеха. И в медическое время мы это наблюдаем. Они даже занимаются изменениями. Вы можете научиться легко именно тому, чему хотите, если вы найдете себе эталон для подражания. Если вы хотите быть красивым, найдите того человека, которого вы считаете эталоном красоты в вашем понимании. И у вас будет так же все преобразоваться. Вы поверите в красоту и вы уже будете красивее намного. Если вы хотите здоровья, то вы должны найти человека, который вас вдохновляет на упражнения, на занятия спортом, занятия здоровьем своим. Вы должны найти. Вам сложно заниматься с вами здоровьем. Что мы делаем? Вот вам сложно заниматься с вами здоровьем. И сколько вы? Там йога, плава, я не знаю. Лень. Что мы должны сделать? Вам нужно вдохновение получить. А вдохновение можете получить только от того человека, кому это все нравится. Сразу ищите. Это очень важный принцип, без которого вообще трудно выжить. Если вам трудно изучать английский язык, что мы делаем? Ищем человека, которому очень нравится английский язык. Но чтобы тот вам приведет этот вкус к языку, и вы будете самыми днями не просто сесть и зубрить, а вам нравится изучать новые выражения. И мы видели таких людей. Его не корми, дай поизучай. Потому что кто-то ему вдохновил, кто-то ему привил вкус к английскому языку. И интересный факт, что если вы сами пытаетесь что-то изучать, сами, без как бы идола, да, без примера для подражания, то очень сложно что-то делать вообще. Что-то изучать вообще сложно. Поизучали месяц, забросили. Поизучали недельку, забросили. Нужно найти человека, которому нравится английский. Он даже не выезжал, не выезжал из страны, на самом деле. У нас есть случаи в Украине. Человек просто, я к нему пришел учиться, я понял, что невозможно у него учиться. Он обучает даже интонации слов, как их правильно, куда ударение ставит. Настолько, что прям, как язык ставит. Ну, все так подробно, что я подумал, что тяжело так учить. Настолько он любил язык. Но он меня привил, буквально за три дня я понял грамматику английского. За три дня. Там, на самом деле, все просто оказалось. Надо просто принять и запомнить. Просто схему подорисовал, мне все показали, я все понял. Я в школе немецкий учил. Сам, когда я пытался изучать грамматику, по-грамматски вот такая книжка была. Вот такая толстая книжка. Я так и ничего не понял. Было все это очень сложно. Она мне за три дня объяснила грамматику. Самому сложно изучать, да. Понятно? То есть пример для подражания. Какой у вас есть в этом вопрос? Это очень важное, это очень важное ставление, что касается вообще искусства деятельности. Потому что без этого деятельность, без примера для подражания никакая. В духовном смысле то же самое. Вы не сможете заниматься духовным развитием, если у вас нет пример для подражания. Просто нет. Если у вас пять примеров для подражания, то же плохо. Вас будут кидать туда и сюда. Тут один так делает, один так делает, третий так делает. Будет быть один хороший пример. Тогда у вас будет успех. Успех в этом. Какой есть вопрос? Как вы нашли эту учительницу? Еще раз. По английскому языку. В какой активности? То есть можно полезть в интернет и… Нет, через знакомых. Через знакомых. То есть вот что приходит само, а что вот через активность? Надо узнать, кому нравится английский. Как я узнал? Я просто спросил, чем она занимается. Она преподает английский. Сколько лет? Кто тридцать лет уже в школе? Тридцать лет в школе. Она не уходит. Получает зарплату сто евро. К лету. Сто евро получает зарплату. Сколько это? Семьдесят лад в месяц получает. Пятьдесят. Пятьдесят куда? Сто евро получает. А в школе повышенная ответственность. Там огромная ответственность. И она продолжает там получать детей. Сама практически не выезжала никуда. Но при этом знает такие нюансы, которые сами англичане не знают. Они приезжают, они шутят. Она все знает. Она все изучила досконально. Потому что ей это нравится. Я у нее учился. За три дня я понял гармоничку. А до этого был самолучком. Вопрос. К такому человеку автоматически придет арха? Или она все-таки должна совершенно определенные целенаправленные действия? Конечно. Мы не должны упускать возможности. Поэтому я и сказал. Человек, который только занимается дхармой, он должен еще понимать, что нужна адха. И заботиться об адхе нужно. Потому что те, кто заботится только о адхарме, у него адха может не прийти. Она может прийти только в следующей жизни. Она придет обязательно. Она может идти в этой жизни. Вот в чем проблема. Поэтому человек должен заботиться о адхарме, архе и карме. Обязательно. Поэтому я привел пример такой, что человек, не вспомнил только свои обязанности, забыл о том, что нужно еще адха экономического получения в семье. Он забыл про это. Еще какой вопрос. Получает ли человек или личность, которой он поклоняется, что-то тоже? Что они получают? Они получают, знаете что? Слышали вопрос, да? Получает ли тот человек что-то, когда другой человек его почитает, да? Или даже преклоняется, как эталон, да? Как пример для подражания. Он получает. Он получает, знаешь что? Он получает уверенность. Он получает вот эту уверенность внутреннюю, что он это делает правильно. Силу. Он получает силу, убежденность. Убежденность получает. Когда многие люди считают вас примером для подражания, вы получаете внутреннюю харизму, внутреннюю такой стержень. То есть, когда люди вам благодарны, да? Вы получаете эти вещи. Большую уверенность в то, что вы делаете. Харизму. И мы видим, что огромные знаменитости там, Брюсли. И его почитали там, во всем мире там, следовали его примеры, занимались там, качались, тренировались. У него харизма была ух, какая. Харизма такая была. Очень уверенная. И он действовал. Еще какой вопрос? Про детей вот я хотел спросить. Я вот подумал о том, что есть занятия, виды занятий. Если их не начать в детстве, музыка или профессиональный спорт, потом их уже можно не начинать. Вот здесь где грань между стремлением к удовольствию и начало тхармы, получается, преждевременно? Значит, вопрос такой. Про детство, да? В детстве известный факт, что дети их образовывают и что любые науки идут лучше в детстве. А как же это просочетать с наслаждением, с камнем? Любое обучение в детстве должно быть как игра для детей. То есть желательно ребенок, чтобы обучался играя. Мы должны проявить ему, что это игра. Давай поиграем слова. Давай поиграем буквы. Тогда он будет и наслаждаться, и обучаться. Если же мы только чисто его обучаем, просто обучаем, что это надо, 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 то он не наслаждается до конца, и потом у него будут проблемы. У спортсменов практически всех там такой штраф практически с детства, у спортсменов. Это плохо. Особенно женщины от этого страдают, у спортсменов. У них потом гомональные сильные нарушения. И месячные прекращаются вообще. Потому что все уходит на поддержку физической формы. Вопрос такого главного. Человекная связанность перед различными людьми в образовании. Обязанность, например, перед семьей, перед государством, перед работой. И в то же время еще о партии. Иногда это может в конфликт вступать. Есть ли в этой иерархии именно карма по отношению, карма по отношению самая высокая, нижняя, чтобы можно было понимать, где ты можешь там на арку по этому. Это все нужно разбирать в примерах. То есть, безусловно, что мы не можем, у нас будут конфликты, если мы, как бы, поэтому я сказал, мы не можем что-то выбирать одно. Желательно, чтобы было то, то и то. То есть, должна быть тхарма, артка и карма. Если мы выбираем что-то одно, уже упадет в дисгармонии. И поэтому, когда конкретно есть пример, что лучше исполнить. Тхарму и артку – это уже плохо. Если вы исполнили только тхарму, будет проблема. Только артка будет проблема. Должно быть все. И желательно действовать так, чтобы все было. Если что-то не получается, ну ладно, не проблема, ни денег не получилось. Занимался только арткой. Это не страшно. Но если на протяжении жизни начинается уже больше времени, то это не совсем хорошо. То есть, бывают дни, например, вы сейчас послушаете мою лекцию и можете неправильно все понять. Допустим, сейчас вы работаете на фирме, да? И на фирме начался марафон. Марафон по распространению, ну там, под Новый год допустим. Вы можете заработать кучу денег за Новый год. Но вы говорите, нет, я была на лекции, я был на лекции, там сказали, что должно быть все. Поэтому я буду приходить на работу, как и раньше. Вы отказались от артки, от возможностей. То есть, Господь дал возможность на Новый год всем заработать. Причем всем, да? Интересный факт говорит. А вы от нее отказались. В этом случае вы можете увеличить свою артку и немножко увеличить дхарму. Не желательно хоть как-то исполнять дхарму, хоть чуть-чуть. Но под Новый год будет больше артки, безусловно. И не надо отказываться. Но потом нужно баланс восстановить быстренько. Вот так. Это правильно. Ну а чем человеку, в принципе, грозитесь, на протяжении многих лет он отдавал приоритет артке, совершенно, ну не совершенно практически забывая про свое предназначение? Это я в самом начале этой лекции сказал, что не будет счастья, не будет счастья внутри и не будет ощущения, ощущения, будет ощущение несчастья какого-то и что-то незавершенного. Вот почему мы об этом и говорим. Потому что люди не могут найти, в чем у них проблемы. Вроде все есть. Но счастья нет. Счастья не хватает. Ни в своей душе, ни в жизни. Поэтому мы это обсуждаем. В итоге это приводит нас к движению. А дарма, арха и карма, это приводит нас к просветлению, к движению вперед. Мы не заставим. На самом деле, все вы это видели, например. Человек работал, работал как и шаг. В итоге он полностью деградирует. Он не развиваясь ни интеллектуально, ни физически, он просто деградирует. И потом заболевает. И главное счастье это. Вот, чем по нему. Он говорит, я отпахал свое время на заводе. Сорок лет. Ни признания нет у него. Ни денег. Ничего. Да. Вы привели примерно на этой мужчине, который не хотел рисковать то, куда у него была возможность. Но если он как бы делал данную свою, и тогда ему дают только одну возможность, если он отпустил данную руку. То есть он не частный? Если человек исполняет свою дхарму, любому человеку даются возможности. И причем не один раз. Да. Если он исполняет дхарму, ему дают возможности для экономического благополучия всегда много. Всегда много. И только человек берет или не берет. Поэтому те, кто исполняет только религиозную дхарму, повторяет, молится целыми днями, то это не означает, что у него будет экономического благополучия расти. Потому что он говорит, что мне это не надо. Поэтому у него будет потом проблема в семье. Потому что мы знаем, что экономическое благополучие ярко, она очень важна для семьи. Жена скажет, ну как с тобой можно жить? Денег нет. И уйдет. Кто такая жена? Это богиня. Понятно? Вот смотрите. Женщина – это фактически проявление богини удачи. Любая женщина – проявление богини удачи. Она должна, соответственно, себя вести безусловно. Но если нет богатства, то женщина уходит. Потому что лакшмин там, где богатства. Богиня денег там, где деньги. Нет денег – там не будет богини. Женщина просто перестанет быть богиней. Поэтому экономическому благополучию должна быть семья. Достаток должен быть. Потому что мы видим секреты успешной семьи. Главный сюжет успешной семьи – какой-то достаток. Он может быть по астрологии идеальным, а не пара совместимости идеальной 90%. Раз – развелись. Мы приходим к астрологу за вопрос. Как же так? Совместимость идеальна. Почему развелись? Астролог говорит – не знаю. Не знаю. Совместимость написана – вот она. Как же вы развелись? Понятно. Но теперь вы знаете, что все может быть совместимо. Но если нет денег, мало денег, то они могут разместить, потому что женщина скажет – где деньги? Потому что она как лакшни. Она хочет что-то купить себе. Украшения. И так далее. Одежду. И вы не можете позволить… А она не может контролировать свои чувства, как мужчина там скажет – ладно, поживу на одном хлебе. Она не может такое себе позволить. И она начинает беспокоиться, нервничать. Эта беспокойство нервит придет на всю семью. Мужчина – ученый – нервничает. Я делаю, что могу. И все. И все. И все может разбежаться из-за того, что просто денег не хватает. Но, конечно, если там он и она на высоком духовном уровне, они спокойно будут жить в нищете. Но мы видим, что часто чрезмерное количество денег в семье разваливает семью. И недостаток денег разваливает семью. Вот так можно ответить. И теперь можно объяснить любому человеку, и острову это надо знать. Приходят, говорят – у меня идеальная совместимость, но что-то браком не складывается. Надо объяснить, что есть важные моменты. Так же. Еще один вопрос. А вот вы рассказывали про то, что то ли друзья, то ли люди могут просто использовать вас. Как понять – тебя используют или это твоя карма? Просто ты должен сейчас дать эти деньги. Ну, в долг там. Ну, всегда найдется способ. Как понять – используют тебя или нет твои друзья? Чтобы понять, с кем, кого вкладывают деньги, в кого нет. С кем держите, с кем нет. Понять очень просто. На них буквально несколько, как сказать, нехороших жизненных ситуаций с этими друзьями вы сразу определяете. Нормально все. Ну, например. Я думаю, человек всегда помогал, помогал, помогал. Когда мне нужна была помощь, он вообще не хочет этим заниматься. Все. Все понятно. На самом деле все сразу чувствуется. Каждый человек он чувствует, использует его имя. Женщины сто процентов это ощущают. Только тогда, когда они не влюблены. Когда влюблены, они ничего уже не ощущают. Они не могут понять, обманут их имя. Это пример наших женщин, которые едут в восточные страны. Мужчина говорит, да я для тебя буду работать на пяти работах. Высылай деньги – полторы тысячи долларов. Я к тебе приеду и буду работать на двух работах. Вы высылаете – ничего. Все. Доверенность. Я такую женщину убеждал, что он тебя обманывает. Потому что с той стороны билет стоит всего пятьсот долларов. Почему полторы тысячи долларов? Я чисто логически просто все просчитал. Посмотрел, сколько билет стоит с этой стороны. Что он приехал и работал на нее. Он ее любит и готов для нее работать на двух работах. Я посчитал, сколько стоит билет. Виза стоит, сколько стоит. Пятьсот шестьсот долларов. Почему полторы не просят? Вопрос. Я ей все доказал. Нет, она влюблена. Нет, она сегодня не понимает, не видит. Может, у них там такие билеты, он сказал. Это реальные примеры жизни. Она еще раз туда поехала. Решила гараж продать свой там в городе. Только эти деньги ему туда выслать. Ой, женщина, что только не делают. Какие глупости не делают ради какой-то любви эфемерной. Которые на самом деле ее тупо обманывали. Просто, например, я сразу определил. Даже не посмотрев на его лицо, я сразу определил, как он обманывает. Почему полторы не пятьсот долларов? Все. Есть другой вариант. Пускай одолжит. Приедет, заработает, потом отдал своим друзьям. Высылай тысяч пятьсот долларов. Я говорю, ну, посылай. Тогда. Чтобы один раз, знаете как, один раз на это упадешь, и еще раз будешь думать. Вот такой пример. То есть, на самом деле, очень просто почувствовать. Маленький жизненный опыт и все. Я чуть-чуть вас использую, а кто на самом деле хочет с вами общаться. Поэтому желательно с хорошими людьми общаться. Безусловно. Возможно, он что-то от вас хочет тоже. Но вы тоже от него что-то хотите. Да тоже можно сказать такие отношения нормальные. Например, он юрист, а вы врач. И более-менее вы друг другу подходите по менталитету. Все. Вы у него советуетесь, как поступать в жизненных ситуациях, а другой у него лечится. Элементарно. И у них будет дружба. Потому что есть совместная деятельность какая-то. Пожалуйста, нет проблем. Но если он вас лечит, а вы ничего ему не говорите, да, не помогаете в жизненных ситуациях, все понятно с вами. Странный вы человек. Я думаю, с этим вы точно разберетесь, как понять, кто вас хочет использовать, кто не хочет использовать. Но женщина не может разобраться только в том смысле, когда он юбилился. Полностью. еще один вопрос. Получается, женщине можно довидеть, если она считает, что тебя используют, где виднее, чем мужчина. Да. Только если в том смысле, она не будет. Вообще, женщины по своей природе, они хотят себе помогать. То есть, посмотреть женщин и мужчин, то женщин в своей большинстве, они постоянно кому-то что-то делают. И мужчине уже нужно контролировать эти процессы. То есть, ей нужно уже говорить, слушай, ты уже все дала своему ребенку, которому уже 30 лет. Хватит. А то все меньше и меньше денег. Ты ее практически финансируешь, практически, постоянно. Или подарки дорогие дарит. В семье есть закон очень важный. Смотрите, есть жена, есть муж. У мужа есть родственники. И у жены есть родственники. И замечено, что муж подарки на день рождения дарит дороже, чем ее родственникам, своим родственникам. То есть, мужчина дарит подарки своей маме дороже, чем подарки маме своей жены. Потому что у нее же деньги находятся. У мужчины. Мужчина распределяет средства. А если надо? Ну, неважно. Ну, то если у женщины находятся средства, она распределяет. Она больше будет распределять на своей маме, папе. Вот в чем дело. Это нельзя делать. Это тоже приводит к ссорам. Желательно, чтобы подарки были одинаковые. Ну, то есть, понимаете, равноценные подценности. Иначе будет конфликт. Вы можете даже об этом не говорить, но внутри создастся конфликт. Гармония нарушается. Несправедливость растет. Это нужно тоже отмечать. Также на фирме. Вот смотрите. Вы учредитель. Вы главный, например, менеджер. Вы приводите своего родственника в эту фирму. И сразу ставите на какой-то пост. Он в этой фирме новичок. Вы приводите в дисгармонию ситуацию на фирме. В бизнесе. Потому что те, которые пришли до этого, они даже лучше. Они сто процентов лучше специалисты. У них опытов больше на этой фирме, да? Знаний больше. Они скажут, несправедливо. Они скажут, так нечестно, так несправедливо. И на самом деле, помогая своему родственнику сразу зайти на какую-то фирму, на бизнес, и при этом сразу занять какое-то положение, этого делать запрещено. Это делать нельзя. И если вы бизнесмен, вы должны это знать. И руководители какой-то фирмы должны это знать. Это лучше не делать. У вас начнется разногласие на фирме. Начнется сплетни в среде. От этого работа ухудшится. Качество потеряется. Люди, которые приходят, потребители, они это почувствуют. Меньше вам денег. Видите, как все просто. Соответственно. Еще есть вопросы? У меня вопрос есть по поводу денег. Вы в прошлый раз сказали, что женщина предотвставляет мужчину на развитие, на посылки. Без нее он не может развиваться. И если денег нет, то, соответственно, женщина его не вдохновила, чтобы эти деньги были, чтобы заработать. А денег нет, и она уходит. Это нормально? Вот вы считаете, что… Вы так констатировали, что нет денег, и женщина уходит. Но мне кажется, что это как-то… Она может уйти. Женщина может уйти. Мне кажется, ей нужно остаться и работать над своими ошибками, как-то вдохновлять мужчинами. Да. Да. Вы правильно. Вам кажется. Вам кажется очень правильно. Надо вдохновлять мужчину. Не знаю. Лучше, конечно, не пилить, но реально вдохновлять как-то. А как это делать? Объясняю. Смотрите. Как это делать? Неужели женщина не знает, как вдохновлять мужчину? Смотрите. Очень простое правило. Чтобы вам понять, как его вдохновить, вам нужно понять, что его вдохновляет. Чем он вдохновляется вообще? Понимаете? Все очень просто. С помощью логики можно спокойно понять, чем мужчина вдохновляется. Когда вы его пилите, он вдохновляется? Ну, так женщине кажется, что я никогда его не верю. Хорошо. Значит, как мужчина вдохновляет? То есть, нужно понять, что такое мужчина, да? Такой степень. И что его вдохновляет. Есть подход такой интересный. Смотрите. Никогда мужчина... Значит, чтобы женщина поняла, что его вдохновляет, можно понять, что его не вдохновляет. То есть, если вам сложно понять, что его вдохновляет, вам проще понять, что его не вдохновляет. И тогда вы поймете, что его вдохновляет. То есть, нужно время. Потому что, все-таки, хотя мужчины – это одно живое существо, да? Но немножко все разные. Мужчин с помощью просто маленького опыта жизни можно понять, что его не вдохновляет и что вдохновляет. И давить на то, что его вдохновляет. И все. Значит, простой пример. Смотрите. Вы хотите, чтобы он нормально работал. Да? Вы говорите, иди на работу. Это наставление. Это эгоизм. Это конкуренция, да? Так что, я сам знаю, как мне действовать, он вам скажет. Я сам знаю, что мне на работу. Сколько раз вы пытались ему говорить, что ему делать. Он говорит, я сам все знаю. Я сам знаю. Я сделаю, когда захочу. Он защищается от вашего напорства. Как его можно вдохновить? Нужно сказать. Нужно вдохновлять. У него эго. У мужчины принцип эго. Он подпитывает эго, и все. Прославляй. Ты у меня такой любящий. Если вы хотите, чтобы он вас любил, он говорит, ты такой у меня любящий. Такой заботливый. В месяц подарил там цветы. В месяц негатив, ты мне цветы тогда подарил. Я вот помню. Да? Уж на образы ему хорошие давать. Вдохновляющие. Я помню на свадьбу 20 лет назад. Он мне подарил замечательные цветы. Я вот до сих пор это помню, я очень люблю тебя за это. Он уже вдохновлен. Я вас уверяю. И одновременно вам в следующий раз подарить цветы. Ну и мужей, братья. Ну да. Так вы вдохновляете правильно. Вы можете много руководить. Поэтому готовить надо. Готовить пищу надо на кухню. Для мужчин. Вы должны его вдохновлять именно таким методом. Если вы хотите все, что хотите. Если вы хотите, чтобы он не возгодлился, надо так же и говорить, представлять за это. Что ты на самом деле из мужчин ты отличаешься от тем, что ты не гордый. И он будет стараться соответствовать. Он будет стараться не гордиться и не хвалиться. Как он приходит, часто хвалится. А вы говорите именно другие вещи, вдохновляющие. Но в следующий раз, в следующий раз не будет хвалиться, что я такой умный и что я такой герой. А мужчина должен показывать женщине, что он позаботится об вас. Обязательно. Что он готов ради вас на все. Тогда вы будете у него любимыми. То есть мужчина должен показывать. Допустим, вы идете, какая-то ситуация жизненная там. Вот. И мужчина должен говорить, да я порву его за это. Женщина уже будет довольна, что за нее он порвет. Он может не порвать, но он это скажет. Понимаете, и она будет вдохновлена. Он обо мне как-то заботится. Она скажет, не надо, не надо ему голову отбивать. Не надо. Все-все, я все достаточно люблю. Она скажет. Не надо будет одеть. Потому что женщина против конфликтов. Любая ситуация на улице, вы просто говорите, какой, я бы сейчас ему, сейчас я ему как-то там за это. Женщина будет, она уже довольна будет, скажет, не надо, все, хватит. Достаточно. То есть мужчина должен показать, не какой он молодец просто ради молодца, да, себя. Он должен показать, как ради тебя. Поэтому нужно слушать женщине, что там говорит два часа в день. Она приходит и рассказывает, что она там была на улице, там меня не так посмотрели. И мужчина должен показать, продемонстрировать, как он готов защитить готовность номер один. Да. Она-то об этом и говорит все время. Она приходит и рассказывает все ситуации. для того, чтобы почувствовать, что вы готовы ее защищать. И вы на всех ситуациях отвечаете. Все, я вперед. Я готов. Да я бы там эту ситуацию… Не надо ее обучать. Женщине не важны вот эти норовоучения, как и мужчине от женщины эти норовоучения. Это все… Это, знаете, как командир писал так. Нет, семейное отношение должно быть именно в таком русле. Вдохновение. Его можно вдохновить. Если он вас не заботится, вспомните, когда он о вас заботился. Скажите, вот у меня такой забот, я в следующий раз вам что-нибудь сделаю. Если он вас не любит, что нужно делать? Нужно вдохновлять его на любую. Ты меня такой любообильный. Ты меня так любишь, заботишься. Приходишь домой каждый день. Говоришь прекрасные слова. Всячески. То есть можно найти что-то хорошее в мужчине и стараться эти вещи как-то поднимать, а не говорить, что он должен делать и что не должен. Потому что люди послушают обязанности мужа и обязанности жены и начинают совершать первые грубейшие ошибки. Говорить об этом ему, а он говорит ей. Кто больше знает, тот больше давит. И он послушал его лекции, обязанности мужа таковы. Такие-то, такие-то, такие-то. И все. Она промолчит. Тот поймет, что она ему сказала, ты должен соблюдать свои обязанности. Уже будет конфликт. А если он нас слушается, он просто придется и скажет, да, все проблемы с этим ты меня не вдохновляешь, поэтому у нас экономическое развитие не увеличивается. Вот так это происходит. Люди настолько вот не могут широко мыслить. Поэтому я говорю как вдохновляют, а не вот этими всеми. Я вот послушал, да, фарма зависит от многих вещей и начинается. Кого не будет, если нет артхи? А артхи не будет, я тебя не вдохновляю. Надо быть осторожным. Пора нам заканчивать. Спасибо большое, сейчас будет обремление. Спасибо. Спасибо. Спасибо.